Напоминаю второй вариант формулировки теоремы Лежандра. А и Б положительные целые числа, свободные от квадратов. Уравнение имеет вид Ах квадрат плюс Бу квадрат равно З квадрат. Так вот, оно имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда А это квадратичное вычет по модулю Б, Б по модулю А и минус Аб делить на Д квадрат, сравнимый с каким-то квадратом по модулю Д. Докажем это индукцией по А и Б. Поскольку А и Б входит симметрично, то мы можем считать, например, А больше или равно Б. Если А равно Б, то эти два условия тривиальные, а вот последнее записывается в виде минус 1, сравнимо с гамма квадрат. И оказывается, в таком случае число А обязательно является суммой квадратов. На самом деле, это доказательство у нас уже было. Вот это факт. Давайте я один из способов напомню. Вот если у нас есть такое число, что гамма квадрат плюс 1 делится на А, то можно просто вспомнить гауссовые целые числа, вспомнить, что там есть единственность разложения множителя и все доказать. Или можно рассуждать так. Берем в качестве числа Х любое число от нуля до корня из А. И в качестве числа У то же самое берем любое число от нуля до корня из А. И рассматриваем сумму Х плюс гамма У. Вариантов для Х больше, чем целая часть корня из А. То есть целая часть корня из А плюс 1. И, соответственно, здесь вариантов будет больше, чем А. Значит, если мы рассмотрим остатки отделения на А, то обязательно произойдет повторение. То есть мы сможем написать такое сравнение х1 плюс гамма У. И, соответственно, сравнение с х2 плюс гамма У, где х1 в таких пределах, и у тоже в таких пределах по модулю А. И, соответственно, мы видим, что х2 минус х1 сравнимо с гамма умножить на х1 минус х2 по модулю А. Отлично. Давайте вот эту разность обозначим х, вот эту разность обозначим у. И рассмотрим сумму квадратов х2 плюс у квадрат. Смотрите, если мы здесь напишем х2 минус гамма квадрат у квадрат, плюс гамма квадрат плюс 1 у квадрат, то мы обнаруживаем, что гамма квадрат плюс 1 делится на А. Вот здесь написано сравнение. А здесь произведение х минус гамма У умножить на х плюс гамма У. А у нас х сравнимо с гамма У. Значит, это тоже разность делится на А. Вот это делится на А. Но х по модулю меньше, чем корень из А, и у тоже меньше, поэтому х2 плюс гамма квадрат меньше, чем 2А, но больше нуля. Если число делится на А, и при этом оно от нуля до 2А, значит, оно равно А. То есть, любой делитель числа гамма квадрат плюс 1 это сумма квадратов. Отлично. А в таком случае мы можем все легко написать. Вот представьте себе, вот у нас есть уравнение. А это сумма квадратов, да? Значит, вместо А пишем х квадрат плюс у квадрат, да? И дальше смотрите. С теми же самыми х и у пишем так. Здесь х квадрат, здесь то же самое число А, х квадрат плюс у квадрат, здесь у квадрат. Ну, понятно, что это и есть х квадрат плюс у квадрат в квадрате. Уравнение, если А равно В, имеет решение в случае, когда минус единица сравнена с гамма квадрат по обмотру. Это случай очень крайне простой. Ну, это что-то вроде базы индукций, да? Вот когда они равны. Намного интереснее, когда А больше, чем В. В таком случае произведем переход от вот этого уравнения, повторяю, А больше В, А больше В, к некоторому новому уравнению. Сделано это будет следующим способом. У нас есть вот число Б, для которого В сравнимо с бета квадрат по модулю А. Замечательно. Так вот, давайте возьмем такое число бета и, разумеется, мы его можем взять по модулю меньше или равно чем А пополам, потому что бета можно заменить на минус бета и поэтому берем число бета по модулю не больше, чем А пополам, для которого бета квадрат минус б делится на А. Что значит делиться на А? Это значит, что это А умножить на какое-то целое число. Любое целое число можно представить в виде какого-то квадрата умножить на бесквадратную часть. Вот давайте бесквадратную часть обозначаем буквой А, а квадрат обозначаем буквой М. И теперь я запишу ноль меньше или равен бета квадрат, а это есть А, А большое М квадрат плюс Б. Б меньше А, поэтому верно такое нерависть. Если бы число А большое было отрицательным, то сразу получило противоречие, потому что здесь стояло неположительное число А больше нуля, и у нас была бы беда, у нас здесь было бы неположительное число. Значит, А больше нуля. Так вот, оказывается, вот этот способ доказательства состоит в следующем. Мы перейдем к уравлению АХ квадрат плюс Б К квадрат равно АПЗ квадрат. И докажем, что для вот этих чисел А большое и Б маленькое вот такие вот условия верны. Это некая техническая проверка, просто очень легко все делается, скучно, но легко. и соответственно у него будет нетривиальное решение. Решение, в котором числа Х, Y, Z отличные от нуля. И вот пользуясь вот этим равенством Б квадрат минус Б равно А большое на А маленькое на М квадрат и вот эти равенства. мы докажем, что уравнение АХ квадрат плюс Б Y квадрат равно Z квадрат тоже есть решение. Вот. Ну и так две части. Значит, техническая часть проверить, что для чисел А большой или маленькой вернее аналогичной штуки. А по существу зачем нам это уравнение вообще нужно? Надо научиться получать решение вот такого уравнения из этих двух равенств. Ну смотрите, вообще-то это не так уж и сложно. Мы можем записать А большое М квадрат равняется Б квадрат минус Б. И А большое Х квадрат равняется Z квадрат минус Б Y квадрат. Ну собственно чуть-чуть переписал, да? И после этого перемножить. В левой части получится А маленькое А большое в квадрате М в квадрате Х в квадрате А вот в правой части получится знакомое нам выражение Б квадрат минус Б умножить на Z квадрат минус Б квадрат. Смотрите, как много раз уже мы делали, надо здесь написать Б это плюс корень из Б Б минус корень из Б Z плюс Y корней из Б Z минус Y корней из Б и перемножить, например, вот так и так. Получится Б это Z плюс Y Б и с корнем из Б что у нас будет плюс корень из Б умножить на Z плюс Б Y вот, а если перемножать с минусом, то будет абсолютно такая же скобка, только в одном месте будет минус корень из Б Z плюс Б Y Ну и замечательно, это и есть разность квадратов Б Z плюс Y в квадрате минус B умножить на Z плюс Б Y в квадрате. Вспоминаем, с чего мы начинали. Мы начинали с А умножить на А большое и маленькое X в квадрате. Осталось Б перенести налево и все. И у нас получилось нетривиальное решение уравнения. Вот это какой-то квадрат, он равен А умножить на квадрат плюс Б умножить на квадрат. Нам осталось доказать техническую лему, что если были выполнены такие условия напоминают А квадрат по модулю Б, В квадрат по модулю А, дальше если наибольший общительитель А и В это д, то АВ на д квадрат это минус квадрат по модулю Д, то и для новых чисел А большое и В маленькое будут верны аналогичные сравнения, аналогичные условия. Ну, давайте смотрим. Во-первых, по модулю А большое В является квадратом. В сравнимо с бета квадратом по модулю А. Это вот, собственно, здесь видно. В сравнимо с бета квадратом. Значит, третью часть работы мы уже сделали. Теперь давайте доказывать, что А большое это квадрат по модулю В. Для этого лучше начать, наверное, с левого. Вот оно здесь написано. Давайте докажем, что число В взаимно просто с числом М. Доказательство. Если бы у них был общий делитель К, который больше единицы, то смотрите, бета квадрат это Б плюс А м квадрат делится на К. Потому что Б делится на К и М делится на К. Но К число без квадрата. Потому что В маленькое и А были числы без квадрата. Таким образом у нас β делилось бы на К. А β квадрат делилось бы на К в квадрате. И смотрите, вот это делилось на К в квадрате. И получилось бы, что B делится на К в квадрате. А это невозможно, потому что b – бесквадратное число. Теперь можно доказывать, что а большое – это квадрат по модулю b. Значит, введем обозначение. а – это а маленький штрих умножить на d, b – это b маленький штрих умножить на d, и наше основное равенство перепишем в этих обозначениях. То есть вместо b подставили b штрих b, вместо а подставили а штрих и d. Тогда видно, что вот это делится на d, это делится на d. Напоминаю, что у нас числа а и b были бесквадратные, поэтому b должно делиться на d. Обозначаем частное b штрих. И переписываем d в квадрате, b штрих в квадрате. Видите? Сокращаем на d, получаем вот такое равенство, и переходим к сравнению по модулю d. Минус b штрих сравнимо с а штрих, а большое m квадрат по модулю d. Но мы помним, что минус а штрих б штрих было квадратом по модулю d. Существовало такое число гамма, что по модулю d гамма квадрат сравнимо с минус а штрих б штрих. Замечательно. Это сравнение мы положим на а штрих, и в таком случае получается здесь а штрих в квадрате, m в квадрате, а большое. Это сравнение по модулю d. Заметьте, число d взаимно просто с а штрих, потому что число а маленькое было без квадрата. m, как мы доказывали, взаимно просто с числом b, а d это делитель числа b, поэтому m тоже взаимно просто с числом d. Значит, вот эти числа взаимно просты с числом d. Значит, есть такое число, что при умножении его на а штрих и на m получается единица по модулю d. Вот на квадрат этого числа домножаем обе части, и получается, что а большое квадрат по модулю d. Но нас это интересует не по модулю d, а по модулю b маленькая. Ну и ничего. b маленькая это d умножить на b штрих. Смотрите, опять смотрим на наше равенство, но уже по модулю b штрих. b делится на b штрих, поэтому b это квадрат сравнимо с а маленькое, большой рем квадрат по модулю b штрих. Мы помним, что а маленькое это был квадрат по модулю b, ну и тем более по модулю b штрих. Значит, было такое число альфа в квадрате, которое сравнимо с а по модулю b, ну и тем более по модулю b штрих. Значит, получили бета в квадрате сравнимо с альфа в квадрат, а большое m квадрат по модулю b штрих. Опять вспоминаем, что число b' взаимно просто с а маленьким, поэтому оно взаимно просто и с альфа. И b' является делителем b, значит, а b мы доказывали взаимно просто с m. То есть эти числа опять взаимно просты, и опять можно домножить на квадрат, и получается, что а большой это квадрат и по модулю b'. Но по китайской теореме об остатках, если число является квадратом и по модулю b' и по модулю d, то оно является квадратом и по модулю произведения, по модулю b'. Вторая и третья работы сделаны. Теперь последняя, третья часть работы. Обозначим наибольшую общую делитель а большого и b маленького буквы л, и для краткости а большой делитель альфа обозначим а штрих, а b маленький делитель альфа b два штриха. Мы должны доказать, что минус а штрих b два штриха квадрат по модулю b. Но очень легко. Подставляем в наше равенство. Бета квадрат, получается, делится на l. l число бесквадратное, поэтому бета должно делиться на l. Обозначаем, что бета это lb' подставляем в равенство. Получается, l квадрат, b это штрих в квадрате, а здесь делящийся на l. Сокращаем на l. Получается, l умножить на b это штрих в квадрате, это b два штриха плюс а маленькое а большой штрих m квадрат. Переходим к сравнению по модулю l. Получается, вот это здесь 0, что b два штриха это минус а маленькое а большой штрих m квадрат. Замечательно. Давайте вспомним, что а маленькое было квадратом по модулю b, но l является делителем числа b, поэтому а маленькое сравнимо с альфа квадрат по модулю l. И умножаем в любую часть этого сравнения на минус а большой штрих. Получается, минус а большой штрих b два штриха это квадрат по модулю b. Что это будет? Продолжение следует... Продолжение следует...